Добрый день, друзья! Сегодня у нас 7 мая и полностью зацвел персик. Персик сорта Елгавский, который у нас растет на юге Московской области. Хорошо зимует. Этому дереву уже два года. Мы видим, что персик культура сильно рослая. И за два года он уже вырос у нас двухметровым. Очень длинные у него приросты. Культура эта очень скороплодная. В первый же год после посадки был первый урожай. Ну а в этом году мы видим, что очень обильное цветение. Итак, друзья, начинаем обрезку. И мы видим, что у нас два очень сильных прироста. Две крупные ветки. Вот одна и вот вторая. Они конкурируют между собой. И поэтому нам нужно одну отрезать. Я думаю, что вот эту мы отрежем, потому что у нас есть хорошая боковая почка. Из нее вырастет новая крупная ветка. В этом году. Которая даст нам урожай уже на следующий год. А вот эту ветку мы оставим для того, чтобы в этом году получить урожай. Итак, обрезаем ветку на боковую почечку. Вот таким образом. У нас есть цветковые почки, но их очень много. Поэтому нам нужно сократить их количество. Вот два цветочка для такой тоненькой веточки вполне достаточно. Поэтому мы отрежем ее вот таким образом. Из этой почки у нас вырастет новая ветка, а здесь будет два персика. Все вот эти небольшие веточки, тоненькие, мы отрежем на один, на два цветочка. Вполне будет достаточно. По одному персику на такой веточке больше нам не нужно. На макушке у нас мы видим тоже хорошие цветки. Вот таким образом мы укоротим ее. Вот эти все цветки мы оставим, пускай будет урожай. Вот эту веточку тоже укоротим. Вот мы укоротили макушку. У нас есть хорошая почка, из нее вырастет ветка. Вот эти веточки тоненькие мы тоже укорачиваем. Итак, друзья, мы практически все молодые веточки обрезали. Оставили на каждой по цветочку, по два и по одной вегетативной почки. Дальше мы смотрим ниже у нас. Ветки тоже хорошие. На них много цветков, но нам столько не нужно. Давайте оставим на каждой веточке по 4-5 цветков. Вот эту ветку длинную с цветковыми почками мы обрежем где-то на 3 четверти. И оставим вот эту хорошую вегетативную почку. И здесь у нас будет цветочков 5. Вот так оставим. Вот еще одна у нас хорошая веточка. Много цветочков, около 15 цветов на ней. Но нам столько не нужно. Мы оставляем раз, два, три, четыре, пять. И обрежем вот таким образом. Фактически мы отрезаем все ветки на 3 четверти и даже более. Вот и в принципе вся обрезка, она очень быстро делается, элементарно. Отрезаем вот здесь. Отрезаем вот здесь веточку. Вот эту веточку тоже мы отрежем. Вот интересная ветка. Одни цветковые почки. Здесь даже перевести некуда эту ветку. Если мы вот так отрежем, не останется у нас листиков, она погибнет. Поэтому давайте целиком отрежем эту ветку. Такие вот тоненькие веточки слабые, они нам ни к чему. На них даже если будет урожай, плоды будут мелкие, невкусные. Всю мелочевку вот эту отрежем. А вот такие копицы мы оставим, потому что они короткие. Друзья, у нас большого опыта по обрезке персика, естественно, нет. Культура новая в Московской области. Мы только-только еще учимся этому делу. Но если у вас есть какие-то комментарии, если вы опытные персиководы, пожалуйста, напишите в комментариях, правильно мы делаем или нет. Вот здесь мы видим то, что у нас такой двойничок. И здесь вот применяется метод, когда мы одну отрежем, вот эту, например. Из нее вырастет хорошая ветка однолетняя, а вот эту мы оставим на плодоношение. То есть здесь мы оставим побольше цветочков и обрежем вот так. Здесь будут персики, здесь просто вырастет ветка, которая нам даст в следующем году урожай. Вот здесь мы тоже видим двойничок. Здесь тоже самый принцип. Одну нам нужно отрезать очень коротко, чтобы из нее выросла хорошая ветка на следующий год. И эта ветка будет у нас вот так вот. Вот так мы обрежем. А вот эта ветка, она у нас будет плодоносить, чтобы уж не сильно много здесь было персиков наших. Вот так, я думаю, укоротим. Персик очень удобно обрезать, когда он цветет, потому что мы видим, как перезимовали цветковые почки. В данном случае у нас все перезимовало. Практически все цветковые почки живые на персике. И даже в этом году персик показал более высокую зимостойкость по цветковым почкам, чем абрикос. Поэтому культура перспективная для Московской области. Тем более сейчас выводят сорта новые, да и старые сорта многие хорошо себя зарекомендовали. Все, друзья, обрезали персик. Вот так он теперь выглядит. Он стал гораздо меньше. Летом я покажу, как завязались на нем плоды. Посмотрим, как этот персик будет развиваться. Укрывать я его не планирую. Два года он зимует без укрытия. Я думаю, что он хорошо завяжется. Конкретно вот этот сорт елгавский, он самоплодный. Сам себя хорошо опыляет. В этом году пчелы уже разобрались, что это такое. Они поняли, что здесь тоже, в принципе, хороший есть нектар. И они его опыляют. А в прошлом году они еще не понимали, что это такое. На этом все, друзья. До встречи на нашем канале. Смотрите. Учитесь вместе с нами.